Привет! Это Бордгеймс видео и Семён Пахтеев. Мы рассказываем про настольные игры. В последнее время мы с вами встречаемся в основном в дайджестах. Новинки от Хобби Волт и Магелана постоянно выходят. Этот раз не исключение, есть еще немного самых разных свежих настолочек. Погнали! Обитель Тьмы. Кооперативный настольный лабиринт для любителей гнетущей атмосферы и черно-белой безысходности. Игроки берут на себя роль безымянных персонажей, оказавшихся в Обители Тьмы. При себе у бедолаг лишь свеча, света которой еле хватает, чтобы видеть на пару метров. Спастись они смогут, только если каждый найдет ключ, и они все вместе соберутся на клетке с вратами. Игроки будут по очереди перемещаться по клеткам лабиринта, постепенно исследуя его закололки. Но есть проблема. Время ограничено количеством клеток, а ведь все должны успеть найти по ключу врата и собраться вместе. Но это лишь начало проблем. Свеча освещает путь лишь на одну клетку во все стороны, и когда игрок удаляется от каких-то участков, они тут же пропадают. Лабиринт постоянно меняется. Здесь есть и хрупкие полы, которые развалятся, как только с них уйдут, и монстры, которые атакуют игроков и сбрасывают дополнительные клетки из общего запаса. Во время партии может даже погаснуть ваша свеча, и тогда радиус обзора сократится до той единственной клетки, где стоит игрок. А двигаться придется наугад. Единственная надежда, что кто-то подвяжет к вам и поделится своим огоньком. Для тех, кто любит совсем себя не жалеть, есть усложненный режим с прокачанными монстрами, с боссами и даже без возможности игрокам коммуницировать между собой. А если вам хочется более привычных ужасов, то в серии «Карточный ужас Архэма» выходит цикл «Наследие данвича» в обновленном удобном формате. Одна коробка с сюжетной кампанией, а вторая с картами сыщиков и картами для их колонн. Если только начинаешь знакомство с серией или хочешь пополнить коллекцию, рекомендую очень удобный формат. Ну и конечно, смотри наш обзор, видео-правила, летсплей и естественно, сам играй карточный ужас Архэма. От ужасов фантастических к кошмарам бытовым. Если вы все никак не можете затащить своих друзей на путь настольщика, а на посиделках они играются во что-то совсем не настольное, будьте умнее, атакуйте их с флангов. На лбу написана эта классическая игра про разгадывание персонажа, написанного на бумажке на лбу. Удобный обруч и самые безумные карточки прилагаются. А шот супергеройский, это для любителей горячих вечерин. Эдакие фанты в тематике любителей надевать трусы поверх штанов. Главное самому в таком виде не оказаться. Начнут с таких вот коробочек, а там уже затянете во что-нибудь более классическое настольное. Например, можете начать причинять своим друзьям добро. Добро — это быстрая карточная игра, в которой вам нужно причинять больше добра, чем прошлый игрок. Делается это следующим образом. В центре стола лежит стопка карт с числами. На картах они бывают от 2 до 12. Верхнее число называется добрым числом. В свой ход с руки нужно сыграть либо карту больше этого числа, тогда новое число станет добрым. Либо карту с таким же числом, тогда доброе число удвоится. Либо две одинаковые карты с большей суммой или даже с такой же суммой. Тоже удваивает доброе число. В конце хода опять добираете карты. Как только игрок не может ничего сыграть и увеличить доброе число, он забирает эту стопку себе. У кого стопка в итоге меньше, тому и больше победных очков. Естественно, в колоде есть и несколько специальных карт, которые могут резко изменить ситуацию. Добро — это игра с довольно любопытной динамикой. Хотите ли вы сильно увеличить доброе число в свой ход? Но ведь если круг пройдет и его еще накрутят, вам потом придется иметь дело с еще большим числом. Завершает нашу сегодняшнюю подборку парочка художественных книг по играм. Первая — это «Пожиратель из глубин» по ужасу Архема. В ней семь историй про очередных нехороших культистов, которые опять решили вызвать потустороннюю гадость в мир. Любители вселенной Arkham Files наверняка оценят возможность почитать про Литу Чентлер — персонажа, который встречается в самых разных играх от Fantasy Flight Games. Вторая книжка — неожиданная по вселенной Tom Clances Division. Называется «Вербовка» и рассказывает про новобранца Майру, которая вступает в спецотряд. Так что, если вам хочется немножко атмосферы постапокалипсиса, выживания и всех из себя крутых бойцов — пожалуйста. А на этом на сегодня все. Это был Семен Пахтеев и Боргемс Видео. Подписывайся, жми колокольчик, ставь лайки, а мы пошли готовить обзор Мизеня. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!